всем привет дорогие друзья гости нашего канала я рада вас приветствовать на нашем канале вернулись домой вчера сегодня у нас домашние заботы хлопоты это стирка готовка два дня отдохнули от кухни все возвращаемся к нашим бытовой впереди очень много дел как вы помните нам нужно сейчас сделать прописку в османа но я не могу сделать эту прописку потому что нужно решение суда официально что я имею стопроцентную опеку над ребенком но к сожалению в турции вот такие как бы законы что прежде чем сделать какое-то действие над ребенком юридически значимо прописать его куда-то отдать какую-то школу то нужно предоставить решение суда о том что вы либо стопроцентный опекун либо 50 процентный это все решает суд как говорится все что не делается друзья все к лучшему сейчас я понимаю к чему меня подвела судьба те меры те действия которые я предприняла еще полгода назад с одной целью теперь она получается так что у меня сразу бью двух зайцев о чем я я вам расскажу наверное чуть попозже через неделю дай бог если все сложится я к этому процессу готовлюсь мы вместе с вами пройдем его вместе может быть за нас не может быть а я думаю что вы будете за нас радоваться но конечно же не все так легко удалось ну об этом я вам расскажу нужно будет подать сейчас документы на на определение места жительства с матерью и об установлении стопроцентной опеки для этого мне придется закончить мои те дела которые я начала полгода назад но и потом последствием потом на алименты наверно уже после того как будет установлена установлена место жительства с ребенка потому что без этого определения суда решение суда об определении места жительства я думаю что нам не назначат алименты почему потому что если суд назначен например ему стопроцентную опеку да допустим то я должна буду платить алименты ему и ребенку логично но нет ему по-моему нет только ребенку вот поэтому я думаю что это займет несколько месяцев потому что я вот читала сейчас отзывы девочек которые полтора года судится не могут развестись вернее полтора года года идет процесс развода по поводу определения места жительства даже боюсь загадать но вот как сегодня одна из подписчик писала мне что она засомневалась в том что я искренне рассказа искренне что я оказывается какая-то меркантильная попросив вас поменять vpn адрес чтобы вы могли смотреть наши ролики с рекламы чтобы мы с османом могли заработать какую-то копеечку сказала что она не собирается переделывать страну ради чей-то наживы во первых мадам это не нажива это заработок это моя работа пусть она мне приносит не такой огромный доход но тем не менее мы откладывали эти деньги и говорит мне о том что это какая-то нажива но глупости пишите ну отписались отписались здоровья вам удачи его по жизни но обвинять меня в том что кто-то не может копейку с копейкой свести в россии не могут купить лекарства что начались проблемы с покупкой продуктов но простите друзья санкции вводила не и и поэтому спрос не с меня спрашивайте своей власти с нашей власти российской как она собирается помогать и обычному народу но не ко мне эти вопросы я сама решаю свои проблемы и мне еще не хватало решать проблему ваших я не знаю знакомых друзей но что мне сделать помочь вам сделать начисление какое-то перечисление нам сейчас тоже предстоит огромные расходы на судебные издержки я конечно же попытаюсь прописать заявление что все судебные издержки были удержаны с папа османа так как посмотрим в общем так как я содержу ребенка 1 и пусть он тоже немножко поднапряжется и раз не помогал добровольную пусть теперь еще и судебные издержки платят я такого мнения вот о чем я вообще-то другом хотела поговорить куда-то заехала не в ту тему вот мы сегодня то есть вчера уже отметили на сегодня ровно год как мы переехали в турцию 10 марта мы вылетели из города казань москву помните с москвы мы долетели до анталии это было изнурительная долгая дорога с пересадкой в москве на протяжении пяти часов мы сидели да кто-то помнит османа год назад каким он был вяленьким цветочком на самом деле он был такой вялый бледненький худенький невеселые капризные вот хотела подвести итоги к чему же мы пришли за год самое главное когда мы переехали сюда одной из проблем для меня казалось что у него постоянно текут слюни то есть это диза не диза 3 а расслабленные мышцы рта да то есть мы тогда не занимались логопедии мы не пытались запустить речь потому что у нас были совсем другие поставлены цели это операции три операции поставили шунты в ушки чтобы он начал слышать он начал слышать где-то в полтора года затем мы пытались ходить в полтора года он начал только какие-то первые шаги делать также на протяжении двух с половиной лет которые мы прожили в россии с момента его рождения мы пытались спать но у нас не получалось он абсолютно не спал ну я понимаю что это были колики это были дикие страшные боли в животе потому что он захватывал очень много воздуха глотая молочко срыгивал обратно опять кормлю у него воздуха было много в животе и это одна из причин но вторая причина это конечно же наркоза это неврологический статус вот и спустя два с половиной года и а на протяжении двух с половиной лет его я два раза вывозила его на море сюда в турцию и мы просто спали вот спали спали круглосуточно и он я поэтому и я сделала такой шаг что первое это укрепить его здоровье во вторых в россии нам говорили что сделать пока ничего не могут потому что очень нету тканей чтобы сделать операцию вот логопедом мы также не могли найти и даже в казани когда я обращалась картодонту ходили на консультацию она сказала что он даже не знает кого посоветовать в казани и друзья возможно он есть этот логопед но один на весь город но как-то это все шло тому что нам нужно было переехать сюда тем более что папа осман утвердил что здесь операции все бесплатные что лечение бесплатно и все будет нормально обещал нам сделать гражданство мы переехали вот самое первое что бросилось глаза то что осман начал спать как я уже говорила он начал дышать у нас был адена и едит третьей степени нам в россии пророчили операцию я отказалась от этой операции двоякой потому что отзывы что у кого-то аденоиды опять вырастали у кого-то все налаживалось но тем не менее есть так есть такая правда что если не аденоиды удаляют то нет защитной реакции и ребенок часто будет болеть вот мы переехали сюда мы начали спать адена и едит у нас прошел вот и самое первое что начала замечать что ребенок мы сняли слюнявчик друзья мысли они сняли слюнявчик в мае месяце вот март апрель май два с половиной месяца и мы сняли слюнявчика у него перестали течь слюни это раз мы большое количество времени проводили на солнце это витамин d морской воздух горный воздух сделали свое дело неврологический статус у него улучшился он стал менее раздражительным гиперактивность конечно же сохранилась ну нужно над этим работать вот летом мы начали работать над нашей над запуском речи еще тогда речи о речи слова и из слова не было речи и речи не было вот так будет правильнее это были всего лишь гага гагун горка помните да гагун мама баба папа все всего пять слов где-то он выговаривал вот в июне месяце прошлого года мы начали занятия усиленная это в основном моториком мелкая моторика моторика рук вот в августе он начал потихоньку что-то говорить вот осенью мы встречались с нашим дефектологом как вы помните галина приезжала и я также общалась онлайн с израильским логопедом русскоговорящим с большим опытом и она сказала что да речь запустили нужно работать над качеством речи вот но вы и сами видите что он начал говорить безумно к но нужно дальше работать никто не говорит что на этом наша работа закончилась ну и самое главное самое главное это вес над которым мы тоже не забывали мы работали первые три-четыре месяца осман очень хорошо начал кушать фрукты это бананы и яблоки фрукты очень хорошо начал есть ты хочешь привет сказать друзьям скажи привет-привет как ваши дела одеяло да там бабочки у тебя есть бабочки что делают тебе все хватит опять замарал опять замарал об что-то вот друзьям напомним мы родились два килограмма 800 грамм в годик мы весили не соврать бы вот у меня в руках амбулаторная карта османа с россии я ее вела сама потому что к нам медсестра приходила всего два раза после выписки и каждый месяц я сама отмечала рост вес да ну вот давайте посмотрим вместе вот в общем что-то камера не хочет снимать вот в годик мы весили 7 100 7 килограмм 100 грамм то есть на самом деле мы очень мало набирали и когда мы поехали на первую нашу операцию в три месяца где нам отказались естественно из-за веса нам в москве прописали как он назывался там и инфан инфа 3 не это молочная смесь высокобелковая для детей недоношенных с маленьким весом мы давали ее эту эту смесь один раз в день не один раз день а вот 200 граммовую или даже 150 граммовую не помню друзья не буду врать мы ее делили на несколько приемов чтобы он не вырвал потому что он все это вырывал смесь вот эта баночка стоила 200 рублей представляете да в месяц мы тратили 6000 рублей чтобы хотя бы один раз день османчика мог поесть эту смесь вот на протяжении нескольких месяцев мы эту смесь принимали до года но понятно что это дорогое удовольствие и затем мы тихонечко уже пытались переходить на какие-то пюреобразные еду ну и и он очень тяжело воспринимал потому что с него было не закрыто год друзья в год и два нам закрыли небо и вот где-то в год и пять он потихоньку начал что-то что-то там близко к обычному взрослому столу есть то есть это картофельное пюре допустим да если это мясо то это мясное пюре детское из детского питания так вот я к чему в годик мы весили 7 100 в два года мы весили 8 килограмм друзья в три года это когда мы уже сюда переехали два с половиной года мы весили 9 помните да вот и сейчас от этого отчет хочу посчитать то есть если раньше мы прибавляли в россии по 100 грамм это максимум в месяц то есть максимум килограмм кило 100 мы набирали за год то сейчас друзья за год мы набрали от это там три килограмма получается по 250 грамм пера 300 грамм где-то 200 грамм мы были бывало и болели вот до кишечную там у нас и стоял сейчас османчик у нас весит 12 килограмм друзья я очень этому рада надеюсь что еще наберем до за полгода еще полтора килограмм чика наберем ты будешь стараться кушать осман очень хорошо начал есть вот буквально с осени очень хорошо начал есть очень много есть вот поэтому у него округлили щечки он начал есть хлеб он начал есть бублики какие-то да то есть он приноровился глотать так чтобы у него не вытекала износом иногда периодически когда он полный рот набирает забывшись там до что нибудь и ест пьет там и жидкая пища то она бывает что у нас выходит износа потому что у нас в небе остались расщелина вот ну и он приспособился ложку брать под язык то есть когда я ему подношу ложку он язык кладет на ложку и таким образом еда растекается под языком и и он проглатывает то есть ну а что делать друзьям ну вот так старается осман я очень рада что мы набрали такой вес вот но я думаю что результат налицо это речь вес он стал более активным веселым солнце фрукты и овощи круглый год делают свое добро до османчик да да ты еще какое слово научился говорить спасибо спасибо друзья каждый день у меня удивляет прям я не нарадуюсь вот и одна из подписчиц написала мне что от того что нету сейчас логопеда не стоит так сильно расстраиваться что мы занятие ведем примерно точно так же как я логопед вел бы но не хочу не хочу хвастаться но осман сам пытается да он вообще такой трудолюбивый мальчик ты трудолюбивый мальчик что какая дырка какая до дырочки уже в одеялках вот друзья может быть еще что-то забыла так много хотела рассказать что же у нас изменилось но на самом деле у нас очень много изменилось о чем я не говорю в не о здоровье ребенка вот попозже с вами поделюсь как уже говорила в начале ролика вот ну что на этом мы заканчиваем наш сюжет тасс мальчик да спасибо за вашу поддержку здоровья вам всем берегите себя своих детей всем пока 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 воздушный поцелуй ах и Продолжение следует...